Боже, как голова болит. Вот так, нормальная женщина пришла домой. Ой, господи, хватит меня грузить все. Прежить одиночество, а не быть одиноким. Одиночество. Ты одна дома? Да, я приехала домой. Видите, какая я ножичка. Знаешь, говорю, я всегда приезжаю домой. Ой, тусовка, е-е-е. У меня башка болит, сейчас сдохну. Потом в итоге дома одна. Ну, как бы так. Не зашлась у меня работа проституция, просто как-то пишут мне. Ой, смешно, конечно, да, правда. Голова болит ужасно. Да мы кусили, покушали и все. Может, я переоденусь сейчас? Как у вас погода? Это нормально. Вообще уже время так много, да? У нас два часа ночи, а у вас? Я такая тусовщица. Кто-то пишет, что у меня парень, оказывается, появился. Блин. Чё-то ни цветов, ничего нет. Тут, оказывается, говорят, что у меня парень есть. Девчонки, где он? Я прям даже не знаю. Ах, не печалься, сестра снимут. Ой, не печалься, поверь. А здесь голова болит. Девчонки куда гуляют? Привет, Стали, привет. Хотела переодеться? Да, еще давно хотела переодеться. Аня Шмакова, привет. Привет, Стония, привет. Все, хватит мне трогать, мне все. Все, у меня новая жизнь. Скажите, чтобы мне это не писала. Пожалуйста, я хочу надумать. У меня новая жизнь. Скажите, у меня новая жизнь. Лиза у тебя новая жизнь. Лиза у тебя новая жизнь. Старую никогда больше не ступишь. Скажите так. У меня. Блядь, Марислава, что непонятно. Да, по-моему, все как всегда. Ай, господи, где твоя тут шлюха. Просто, просто, ты просто дешбан. У меня адски болит голова, что делать? Привет, Пупсик, привет. Нет, нет, пишут друзья. Подружка была просто. Что там, что там, сегодня день моды? Что там, не знаю, все, не хочу ничего говорить. Пожалуйста, не трогайте меня, мне уже смс. Достали мне новая жизнь, мне новая жизнь. Я вообще улетаю, все. Я улетаю дальше гулять. Не могу нормально участвовать. Почему ты не можешь нормально участвовать? У тебя новая жизнь. Все пошли. Да, у тебя новая жизнь. У тебя новая жизнь. Новая жизнь, Лизочка. Все. Мы не возвращаемся в вторую жизнь. Мы не возвращаемся там, где нас обижают и делать нам больно. Все, никогда. И, кстати, не надо придумать только, что у меня парень. Если так некрасиво это все, я как раз таки не свинотом, блядь. Мне сказали, что у меня новый парень есть. Общаться, конечно, я могу много с кем. Все-таки я теперь свободна и не хочу думать ни о ком. Только и ноешь. Да я только и ною. Прикинь, прям вообще только ною. Новая жизнь. Вот. Да. А, Лиза, ты улыбаешься, не заворачивайся. Новая жизнь. Спасибо. У тебя новая жизнь. Вот. Я такая три дня хожу радостная и счастливая. Меня вокруг окружают такие прекрасные люди. Только без ресницы страшно, но это ладно. Даже так это. У меня новая жизнь. У меня новая жизнь. Я забыла про старую. Иду вперед. Все. Все. Северополь, привет. Просто знаете, как знаете, люди о нас не думают иногда. Знаете, живут свои жизни, а мы думаем о них. И просто мы женщины утопаем в мужчинах. Мне очень нравится песня, кстати, Дубцовой и Гагариной. Кому зачем, а мы им посвящаем жизнь. Мы реально тонем в мужчинах, мы ими живем. А кому зачем? Вот. Они просто начихают и идут дальше. А мы почему-то страдать должны. А когда мы не страдаем, потому говорят, а что этого не страдать? Ну нет, у меня новая жизнь. Все. Совсем не страшно. Да ужасно выгляжу. Посмотрите на меня. У меня все потекло. Я вообще себе не нравлюсь. Я даже, вон, не могу это нормально записать видео. На отдыхе не ныть надо, а тусить, отдыхать. Хорош ныть, как бабка старая. Почему я новая, я не поняла. Ребята, я вообще-то работаю. Как раз-таки этим я и нравлюсь. То, что я сама зарабатываю себе на все. Нужно в Москву. А там воспоминания. Здесь было больше воспоминаний. В Москве я больше отвлекаюсь. У меня работа моя любимая. Поэтому Свите Громова привет. А здесь у меня был дождь. И больше, знаете, такая депрессия, репрессия и общение. И как бы я просто потом поставила конец и подумала, что мне это не надо. Я больше не хочу ни общаться, ни разговаривать. И вообще все. Потому что хватит с меня. Хватит довольно, мне уже не больно. Хватит довольно, уходи, отпускай, прощай. Я не считаю, что прошло уже нормально. Ты супер, ты красотка. Спасибо. Ты супер, ты красотка. Я не считаю, я плохо стала выглядеть. Я стала худая. Это неправильно. О, спасибо, хоть кто-то меня понимает. Знаете, когда общаешься с некоторыми людьми, вот я много здесь с кем познакомилась. Мы общаемся. Грустно. Конечно, я шучу, веселюсь. Думаю, хе-хе, да я бы сейчас как гульнула и еду домой. Потому что я не пизжу, а просто делаю, приезжаю домой. Как некоторые говорят, там все они крутые, верные, классные. Вот. На самом деле все намного неинтересно так. Два года не могли улыбаться, но вы странный человек, вы больны. Надо улыбаться, как ни крути. А жизнь зачем-то, да. Сейчас плохая луна, мне сказала Марина, мама. Она уважает, сестра прекрасная, без ресниц. Привет из Беларуси, Витебска. Ну, титань. Сюда еще ловит, ну, титань. Не грусти, ты грусти, не грусти. Да, я так и дочке своей говорю, я что-то не понимаю. Не знаю, кто там со временем себя пройдет, и будешь вспоминать с улыбкой все. Я, честно сказать, уже вспоминаю с улыбкой. Ну, как с улыбкой, есть вещи, которые, наверное, Лизочка умоляет. Можешь прочесть от меня директ. Это жизненно важно, просто жизненно. Да, конечно, прочту. Не верю в эту хрень, ты красавица, хочу быть так уж. Нет, мне понравилось больше всего, что мне пишут, не мне, но всем там пишут, что у меня есть парень, мужик. До бога ваши слова, если бы это было так. Ну, как бы, милая моя, я знаю, что ты смотришь мои эфиры, ты чикаешь меня, а потом написываешь. Леша, ну, как бы, что бы ты ни сделала, как бы, ну, сори, сори. Просто есть одна больная женщина, которая пишет про это. Все чикает, хочет что-то найти, а не получается. О, господи. Давай познакомимся. Ну, давай познакомимся, пиши, что хочешь. Я вообще так, я сказала, я в соцсетях никогда не знакомилась и не знакомлюсь. Для меня это тупо. Вот сегодня я бы разговаривала с молодым человеком, я ему говорю. Очень, кстати, хороший парень, классный, молодец. Вот. Говорю, вот. Ну, не знакомься в соцсетях. Ну, это же глупо. Ну, согласитесь, я такая одна. Как большинство женщины, вот и придумывают. Слушайте, ну, как бы, сразу так парня найти, это, конечно, круто. Это круто. Ну, найти своего человека, каждый из вас, кому уже больше 25, я думаю, даже, ну, или после 30, поймет меня, что это далеко найти очень тяжело. Парень, это уже для нас мужчина, который рядом с нами, это уже что-то нереальное. Потому что, когда ты уже был не один раз в браке, или даже один раз в браке, но ты уже все-таки, тебе 30 лет, ты уже ищешь мужчину, который все-таки тебе, блин, ну, партнерт, я не знаю, как бы, подходить. Ну, это очень тяжело найти в нашем возрасте. Поэтому придумать, что у меня сразу появился парень, нет. Если бы мне просто написали, что сразу сказали бы, что у меня появился, я не знаю. Кто это, в это можно было бы поверить. Ну, парень, это громко сказано. Я сразу скажу тебе, если ты смотришь мой эфир. Парень, это громко сказано. Парень, это отношения, это любовь. Ну, как бы, ну, явно не такое. Сколько времени у вас? Это точно. Я думаю, да, что за счет соглашаться. Два часа ночи третье. Да, сложно найти своего человека. Вот. Девчонки мои меня понимают. Но не только девчонки, я знаю парня. Андрюхи нету. Ржем с ним тоже, да. Как тяжело. Только ему уже давно тяжело, а я только рассталась. Ну, я ему пишу, когда мне плохо, чтобы меня поддержал. Видите, как меня веселит в эфирах. Вот. Ну, я тоже считаю, молодец парень. Он тоже не разменивается и не пиздит своим языком всем подряд, что у него там что-то там не было. Просто хороший, молодец парень. Ай, морек есть. Нет. К сожалению, моя пещерка еще не готова, чтобы, наверное, в нее кто-то зашел. Смешно. Ну, да, нет, я считаю, что это должно... Ну, я же сказала, я не тот человек, который будет говорить, о, должно пройти время, может, я завтра выйду на улицу, встречу парня и влюблюсь с него. Я не могу сказать, скажу, боже, боже, все, любовь, пошли ко мне. Вот. Но на самом деле это нереально. В моем возрасте это нереально, это смешно. Для меня такого никогда не было и не будет. Чтобы мне понравиться, это нужно не просто пойти на одно свидание, чтобы мне понравился внешний или были флюиды. Это он должен разговаривать, это должна быть харизма. Короче, это должно быть так глубоко, что меня это бесит. Девочки гуляют. Вот, короче, поэтому это меня раздражает. Что я не такая, а есть такие девчонки. Я вам завидую, сука, что вам может понравиться. Мужик, блядь, просто. У меня подружки говорят, вот в клубе они смотрят на парней, и им уже нравится. Я могу сказать, что симпатичные. Но не более того, потому что для меня главное, что внутри с человеком. Идешь на первое свидание, да, я свинья, скотина, и понимаешь, что я не даю шанса. Вот идешь на свидание, общаешься, понимаешь, что... Ну все, второго шанса не будет, даже если парень растерялся. То же самое. Меня сейчас все девчонки поймут, и парни тоже. Они тоже приходят на свидание, также с девочками, думают, сука, что ты несешь? Или вообще это не твой человек. Иногда думают, вы начинаете втирать в уши, ты видишь сразу человека, потому что нам все-таки уже немало лет. Мы знаем, что кому сказать, потому что он уже рассказывает свою жизнь. Ты свою жизнь, да? И типа вы подходите друг к другу. Вы ни хрена не подходите. У тебя есть типаж мужчины? Нет. У меня нет типажа мужчины, потому что я считаю, что человек должен быть красив. Я говорила всегда, и главное изнутри. Вот. Красив, харизматичен. Мужчина должна быть харизма. Есть красивые парни, я могу сказать, такие парни красивые. Но что от этого? Есть люди, мужчины не очень симпатичны, но... Они открывают свой рот, и они красивее красивых. Это правда. Судя по Дому-2, ты западаешь только на красавчиков. В натуре! Это так оно и есть. Но это просто картинка для экрана была. Я бы сказала, кто был красавчик, но не буду. Кто красавчик? Судя по Дому-2. Вот так вот получилось, что именно там я не могу сказать, что мои мужья обладали красотой. Они вообще разные, вообще не похожи друг на друга. И парни у меня были разные. Лёша был тупой. Лёша далеко не тупой. Я бы не жила с человеком, если бы он был тупой. Лёша похож на меня, он похож с ним. Во многом просто Лёша младше меня, да. Это чувствуется. Конечно же, что я там мудрее, старше. Но иногда чувствуется, что он старше. Вообще нет. Как я ему вообще, у меня бы язык даже не повернулось сказать про своего мужа, что он тупой. Жить с тупым, это значит, что я тупая. Для меня так. Тупой. Ну смешно, сказали нет. Если вы живёте с тупым мужчиной, можете его так назвать, то значит, что вы тупая. Вот как бы, да. Я считаю, что мужчина или женщина, это ваше отражение. Самый красивый был, между прочим. Ну, для каждого своя красота, кто любит русскую внешность. Да я не хочу скоро найти нового мужчину или не скоро. У меня есть прекрасное общение, могу пообщаться с мужчинами. Понимаете, но у меня нет цели найти себе полового партнёра или найти себе мужика для, не знаю, встречаний. И поверьте, как бы я только разошлась, я всю жизнь в отношениях, мне нужно побыть одной, подышать свежим воздухом. Наверное, мне нужен выбор вообще, в принципе, в своей жизни у меня не было выбора. Мои сестры мне надо объяснить. Боже мой, мага. Вам нужно покинуть мой эфир. Спасибо, мне не надо чпокать. Мне без этого неплохо живётся. Если надо, я пойду в душ схожу. Какая худоба. Я кушаю плохо. С нормом, с баблом тебе нужен нормальный мужик. Но если у вас только, вы возбуждаетесь от бабла и вас тянет только к баблу, то как бы это печально. Сколько у тебя мужиков было? Ну да, конечно, вот так я и сказала. Два? Всего? Да. Ха-ха-ха, в душ леска. Да, именно. Найди себе папика. А ты себе найди папика. Мне зачем папик нужен? Я себе... Слушай, мне как бы... Конечно, я живу не так хорошо, как раньше. Но зарабатываю, мне хватает на жизнь. Есть цель. Сколько, блядь? Нет, это вы что? Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, такое бывает, что у женщин столько бывает. Ну, в Москве бывает, конечно, такое. Когда возвращаетесь в Москву, я не знаю, вернусь ли я в Москву или нет. Как вы думаете, вернусь я или нет? Они просто так пусно пахнут, они такие мокрые. Где с кем выросла, забыла? Нет. Чем зарабатываешь? Мужиков 50 точно. Если у меня не было даже... Ладно, я не буду с такой словами. 50, это, мне кажется, слишком дохрена. Если у тебя за всю жизнь до 80 лет было 50, то это просто пиздец. Но я так скажу свое мнение. Нет, я, конечно, не осуждаю этих женщин. Но лично для меня это прям пиздец. Это жесть. Это ужасно. Это кошмар. Но я не осуждаю этих женщин. Я просто знаю знакомых, у кого столько было. Но это любят женщины секс, понимаете? Люди, которые помешаны на сексе. Я не настолько. Я помешана на сексе только со своим человеком. Ну, потому что есть флюида и любовь. Я люблю своего мужика. Да, это нормально. Ну, 50 мужиков, но как бы это много. Конечно, я не знаю, потому что я в 40 лет стану разградниться и как бы наверстаю. Ну, мне просто придется наверстывать еще. Я не знаю, сколько лет, блядь. Ой. Нет, ну я не вернусь. 50 мужиков. Твою мать, как много. Ну, если темперамент такой, то такое даже если 50 мужиков. Много партнеров, если для вас. Я не считаю, что это много партнеров. Нет, конечно, в реальной жизни, понимаете, дом 2 это за 3 года идет. Но за 3 года у меня, получается, было 4 мужчины. Ну, если этого много, 4 я правильно посчитала? 4, да. Но за 3 года, если 4 мужчины в 30 лет это много, то, сори, я считаю это нормально. В 30 лет. Если 20 лет и ходила, извините, замужная девочка, целко фанатичка, и до 27 лет у меня было, даже смешно сказать, сколько мужчин мало, слишком мало, вот. То, прикиньте, я рассталась с парнем и могла себе позволить, я была, сука, 7 лет в браке, блядь. Конечно, я его никогда не забываю. Я не понимаю, почему так в обсе-разе, я тоже, как бы, хотите поговорить на эту тему? Есть люди умные, глубокие, не похожи на остальных людей. Большинство всех, кто были в доме 2, ну, я честно скажу, тупые, поверхностные, ни о чем люди. Потому что вы мне когда пишите, если бы, не если бы, я смотрю, там все, блядь, встречались с такими, блядь, красавчиками или с очень умными людьми, но человек реально умный, образованный и имеет нереальный харизм. Я такая же была, Карель, сколько парней было своих посчитать. Люблю тебя я тоже. Я не буду отвечать, сколько у меня было парней, вы что хотите, чтобы мне, блядь, и так мои мужики все, я всем все рассказываю. Это моя самая ужасная ошибка. Теперь я ничего не буду рассказывать никому. Потому что это неправильно, потом это идет, я очень честный человек, и я считаю, что можно рассказать все, всю правду. И в итоге рассказываю всю правду, и остаюсь, ну, не в плюсе. Мужчинам не нравится такая правда, потом они меня тыкают. На лиску тротишь? Как отдых? Нет, я сходила, вот, покушала, пообщалась. Я не тусовщица, я не хожу. Мне это неинтересно. Мне интересно живое общение. Вот я общаюсь с людьми, я говорю, у меня новые знакомства, все очень люди интересны, конечно. Но большинство людей здесь, вот, единственное, что вы сейчас с нормальными ребятами познакомились, почти многие, как бы, люди, которые обеспечены, слово употребляют всякими нехорошими вещами. Ну, я считаю, это, как бы, неправильно. Лиза, вот, и познакомились. Так, кто познакомился с диакфоделем? И у меня такая же проблема, всегда все раскладываю. Как опыта указывать? Лучше не договориться. Да. Я не вернусь. Руки твои. Знаешь, надеюсь, раз никогда не ходишь, это здесь вообще ни при чем. Я очень сейчас хочу познать себя. Я не считаю то, что алкоголем или тусовками можно там забыться или что-то, ну, как бы, я не получаю от этого удовольствия. Зачем мне делать то, что я не получаю от удовольствия? Это не потому, что вы думаете, что какая-то есть. Я же сказала, я могу завтра выйти на улицу, встретить, например, человека своего, который будет уже мой. Это непредсказуемо, это жизнь. Я не хожу не поэтому и возвращаюсь домой я не поэтому. Мне просто это неинтересно. Я не считаю, что это круто. Я понимаю людей, которые сюда приезжают на отдых, которые год херачат, извините, на работе, или по месяцу, по два фигачат жестко на работу, приезжают сюда отдохнуть. Они там бухают, отдыхают. Для мужчин это вообще естественно. А люди, которые, извините, нихера не делают, тусуются, ну, как бы, постоянно. Но это неправильно. Просто вы пишете, что я не работаю, но вы даже не знаете, сколько я работаю, сколько труда я вкладываю. Мне так иногда не хочется вообще. Мне просто хочется нахрен вообще удалиться, ничего не делать. Ой, ну, как бы, я вообще, как бы, живу одна. Никто меня не поддерживает. Ты в курсе, ты крутая? Да, но кто-то пишет, что не крутая? Тут твоя, Лизон, привет, Батону. Батон. Кому привет? Блин, ничего, я что-то не вспоминаю. Эй, Лизон, когда в тушь навернется, своей Лизон, передай привет, Батон, привет. Я не помню, кто такой Батон. Черт, простите память. Где твои родители? Мои родители, ну, я своих родителей беру деньги с 17 лет. Для меня, как бы, я выросла, и все, пошла, пошла дальше. Я говорила, что я даже беременна, меня бросили супруг, и я не просила денег у родителей. После чего, конечно, сейчас они мне всегда говорят, что если что, ты звони. Но для меня это стыдно. Стыдно, и все. Слушайте, если я была с мозгами, я бы, я думаю, я бы ни разу не была замужем. У меня нет мозга. Нет мозга. Должна быть самостоятельно. И такие женщины, как я, лучше будут помогать вот просто людям, хорошим людям. Но мне нахрен никто не нужен. Знаете почему? Потому что я могу в себе развить столько всего. Я самодостаточный человек. Мне просто нужен друг, партнер, с кем я могу общаться, разговаривать. Мне кажется, я даже без секса могу жить. Тут, мне кажется, я соврала. Где брала деньги беременно? Нет, в итоге мои родители просто меня забрали из больницы в Москву и, конечно же, мне ее обеспечить. Я же говорила, мне нечего было кушать, я не кушала. Я просто не ела. Я просто похудела на 6 килограмм. Так, вот. Я считаю, что я была один раз замуж. С кем 7 лет жила? От кого супруг, хоть мы были в официальном браке, я не считаю, что он мой муж. Я считаю, что это было так. Привет. Почему не отвечаешь? Ты умничка, да, спасибо. Я, как бы, считаю так. Не знаю, правильно я считаю или нет. Вообще, как бы, я поняла, что... Ладно, не буду говорить. Раз, так стоит. Рука моя подруга, да. Я уже, знаете, там как-то с нога лежу. Ладно, это шутки, шутки. Ты такая трогательная, женственная. Мне кажется, если сейчас я уйду от этого всего, я стану как мужик, я никому, ну, себе не подпущу. Я буду свою доброту, ласку и давать людям, наверное, которые нуждаются в этом. И при этом я, как бы, и не супер близкий родной человек, и при этом я не предатель. Очень тяжело, когда тебе предают близкие люди. Да, но такого почему-то всех в голове всегда, да, действительно, предательство только на сексе. Нет, к сожалению, предательство. То, что мне, например, бросили беременную в положении в таком в 19 лет, я считаю, это было самое жёсткое предательство. Ну, для меня. Потому что это... Кто беременет, от меня поймёт. Ладно. Тебе нравится Захар? Нет, мне не нравится Захар, это смешно. Нравится ли мне Захар? Мне вообще сейчас, как бы, ну, как... Мне нравятся люди, но как мужчины не рассматриваем. Третий раз ответь уже, как... Люди по миллион раз тут потолок смотришь. Господи, что такое? Ну, понятное дело, я же потом вышла замуж за него, после меня бросил беременную. Нет, не даёт видеться ребёнком. Почему не получилось второй раз? С кем не получилось? С супругом или с кем? Как с Захаром познакомились? Познакомились Барзиков. Неинтересно, мне неинтересно, если честно, его обсуждать даже. Меня тоже бросили беременную, потом обратно подновались. Сейчас тянула в воду, она попоражала. Красавчик. Мужики. Я бросила беременную, потом вы сошлись. Да? Мы жили с ним год. Сделал мне ребёнка. Мы хотели, мы готовились. Я помню, тогда ещё сигареты курила. И курить бросили, и всё. Вот так. Ага. Ты настолько приятно, позитивно. Да. Слушайте, ну, как бы тяжело сказать сейчас. Я начала новую жизнь, и я хочу на этом остановиться. Я не хочу вспоминать. Это самый говняшный момент в жизни. Слушайте, я тоже одна писала про Лёшу. Я не говорю про него плохо, хорошо. Мы прожили год вместе. Мы, считайте, были как партнёры, наверное, на проекте и после проекта. Была любовь. Любовь была, как мне казалось, сильная, наверное. Сейчас я, слава богу, отошла, я встала, я ем, я много ем. Сейчас у меня ржали, конечно, над тем, как я много ем. Могу вам открыть холодильник, я всю еду домой приношу. Я пытаюсь есть по две-три ложки, но я ем. Писать плохо мне про него я никак не позволю. Единственное, человек, который про него может плохо говорить, я считаю, только я. Вот. И всё. Но никогда не позволю никому плохо говорить. Чтобы он не сделал, он меня обидел, никого-то из вас. и так далее. Плохо нельзя. У тебя быстро боли чихают. Ну, во-первых, так. Я не слушаю тебя, естественно. Чего, Лиза? Чего, сестра Стоха? Я не поняла. Господи, тут их нет поменьше. Доверяй людям, если они проверены временем. У нас ситуация. Да, меня обижают ноги. Ну, конечно, мне насрать, честно. Когда тебя обижает любимый человек, после этого, мне кажется, тебе вообще не начихать того, как обижают. Потому что вообще обычно нас обижаются, мы самые близкие люди, потому что мы, наверное, мы больше переживаем, это близко к сердцу переносим. Ну, вы спрашивали меня, продолго ли я страдаю? Да, я долго страдаю, я долго не отпускаю, мне снятся сны, я очень привязана. Я говорила, что я обладаю телепатическими способностями. И, к сожалению, эта связь никуда не девается. Все-таки моя прабабушка, прапрабабушка была, обладала способностями. И все-таки у нас это и есть в женской линии. К сожалению, много чего вижу. Мне можно ничего не говорить, я все чувствую и вижу. На самом деле это очень хреново, потому что мне это не нравится. И я ненавижу эту связь. Вот, потому что мне бывает очень плохо, бывает эта связь. Могу сказать честно, на проекте эта связь была каждый день с моим ребенком. Постоянно чувство тревоги жуткое, ужасное. И никуда к тебе не деться. И почти каждый день я живу с чувством тревоги, с болью. Вы знаете, как вы там писали, что это сердце, сердцем проблема. Нет, сейчас я покуриваю, я не скрываю, мне кажется, может, у меня поэтому сердце начало болеть. Прикиньте, я не ем. С утра на головной желудке я могла просто выкурить. Фу, я не хочу вспоминать, вы мне сказали про боли. Я начала ее вспоминать и прям проживать опять. И мне начинает становиться грустно, что мне так было плохо. Не хочу. У меня не будет меньше доверия. Я человек, который не учится на своих ошибках. Я считаю, что людям свойственно оступаться. На людей нельзя обижаться. Я ни на кого не злюсь, не обижаюсь. Люди, я говорю, могут обидеть, но они могут обидеть вас. Это в ваших глазах. Вы так видели человека. А человек может быть совсем другой. Это ваше видение. Меня можете видеть, вы хорошие. А я окажусь вообще... Это вы меня видите так. А другой кто-то меня видит говном. И на самом деле я говно. Вы не знаете этого. Поэтому у меня нет злости к людям. Мне за это обидно. Я бы хотела позлиться. И обидеться. Что-то я ненавидела. Что-то я ненавидела. Да, и туица это жопа полная. Ребята, почему вы пишете про то, что я встречу того самого? Здесь не дело в моем бывшем молодом человеке. Здесь дело, наверное, в том, что у меня жутко нет хуже боли, которую испытывала я, потому что я не... Что связано с моим ребенком. Это впоследствии просто получилось так, что как бы я выкарабкалась благодаря моей мамочке. Что видела, как ей больно тоже. Что они за меня переживают. Что я начала... Я просто начала резко худеть. Все знают, что если я надела это платье, я очень похудела. Ну как бы похудеть на 10 килограмм... Как мне говорят... Ты там пишут гадости. Можно ничего не говорить. Это просто понятно по человеку, как бы как у него самочувствие. Мои друзья меня, например, не узнали, когда я приехала в ТОПС. Потому что я всегда весушка, в лохотушь, как вы меня видите иногда в эфирах, но я была всегда такая. Я никогда не плакала. Моя мама всегда моей сестре говорила, какая у нас Лиза молодец. Поплакала один день и пошла дальше. И по... Ей на все. Такая Лиза где-то умерла, ее нет. И не знаю, когда она вернется. А вернется ли она вообще после всего того, что произошло. И сейчас задаю себе вопрос. Мне сейчас помогут мне вернуть ребенка моего. Все хорошо. А буду ли я такой же, как была? Уже, наверное, нет. Никогда я не буду той же. Никогда я не буду той же похериской. Я стала жестче, конечно. Хорошо это или нет? Фиг знает. Почему он так решил сделать? Я не знаю. Наверное, потому что он несчастный человек. Вот он хочет, как некоторые подписчики мне пишут, что я проститутка, я для него тоже пожизненная проститутка. Почему-то 8 лет он мне не забирал ребенка у проститутки и наркоманки. 8 лет жизнь дочь жила со мной. Я думаю, что я была просто наркоманкой, нормальный, адекватный человек. У меня давно забрала ребенка. Но это надо было сделать втихарьца, вот так гадко. Но не надо. Кто он? Я не понимаю вообще, о чем вы. Я говорю, просто бывает, что накладывается то, что у меня тяжелый момент в жизни. Просто людям не понять, на кого. Я тоже не поняла. Что вы не поняли? Вы о чем вообще? Сколько у нас время? Третий час. Это мне не нужно? Нет, это неправильно, когда мужчина поможет залечить твои раны. Я должна сама себе залечить раны, понимаете? Я вот в одиночестве сейчас себе залечиваю раны. Я ни о чем не думаю. Я больше не вспоминаю ничего. Я пытаюсь вообще ни о ком не думать, ни о чем. Вот и все. Все. Идем чай пить. Нет, спасибо. Мне зато должна быть съемка. Не знаю. Спасибо, позитив, да. Ну, я не стала, например, что он мне поту. Я считаю, что мне больше всего предал первый супруг. Я не понимала в 19 лет, как человек, который меня любит, бросил беременную. Я не понимала. Я говорила, что случилось? Я не понимаю. Я плакала, я приезжала. Меня выталкивали. А я ни хрена не понимала. Вот это была жесть. Жесть от того, что отвернулся весь мир, а ты не знаешь, тебе 19 лет, а что делать? А что делать? А в тебе растет ребенок, а ты даже не понимаешь, что в тебе растет ребенок. Конечно, сейчас, когда я буду замужем и так далее, конечно, я уже буду относиться к этому настолько серьезно, потому что я уже буду понимать, что во мне это чудо. Все начинает вспоминать дочку, мне прям плохо. Короче, не туда тема у нас пошла. Самый лучший момент в жизни. Не грусти. Давай о хорошем. Да, давайте. Так, что для меня отдых? Для меня сейчас отдых – это, наверное, побыть с собой со своими мыслями, разобраться в себе, понять вообще, а что с людьми происходит, а почему люди себя так ведут, вообще, что нужно людям, а что нужно людям после 30-ти. А если человек был не женат, я смотрю, люди гуляют, люди такие ведут образы жизни, не очень приятные. Я не хочу в эту грязь. Я, наверное, поэтому больше пыталась сохранить отношения, потому что я уже говорила, когда мы первый раз расставались, я вышла погулять, я просто плакала, сидела. Я не хочу этого всего, я хочу семьи, я хочу нормального мужчину, который будет развить так же, как я, который будет понимать меня и будет хотеть того же, хочет развиваться физически, внутренне, духовно, ну и при этом также развивать своих детей, чтобы они понимали, в чем смысл жизни. Алиска, какая грусть, дочь, новая жизнь, натуре, у меня новая жизнь, она мне никогда не будет новой, пока не будет со мной моей маленькой бубочке. Что кто хочет, нужно в своей голове, с ее мыслями. Нет, я согласна с вами, но когда ты встречаешься, общаешься с людьми, ты немножко начинаешь думать вообще, а я в этой жизни должна, почему я вам сказала, что я хочу быть одна, потому что с кем больше я общаюсь, я понимаю, что я, ну не хочу отношений, люди не такие, как я. А есть ли тут такой, который, как я? Мало вешу, вешу 45. Я никогда не власть на внешность мужика. И когда вы пишите про, если вы имеете в виду камень и богород, это Леша, то это вообще бред. Леша пришел на проект, я два дня морозилась, вообще это для меня не важно. Я, Леша, узнала как человека, мне с ним весело было, он похож на меня, он такой же маленький ребенок в душе, где-то глубокий, ранимый человек, и мы просто похожи были. Меньше переживай, как вы думаете, Лесь, как жить дальше, если разошлись с мужем, жить дальше просто, жить дальше. Конечно, я вам скажу, жить дальше, и это не значит, что вы не пойдете, не будете плакать. Я сама люблю поплакать, мне кажется, у меня уже это вошло, блядь, знаете, эта депрессия переросла в полгода, если раньше я не плакала, я могла не плакать год, ни одной слезинки, понимаете, я счастливый человек была, что со мной сейчас, потому что я живу, сука, с этой адской болью, блядь, каждый день я просыпаюсь, а я не знаю, что да как, и ты об этом думаешь, как будто не брал мысли, все равно, не знаю. Блин, я про дочку, у меня опять прям мужиков. Я скажу все вообще, какие-то там два там, твои вот и мне вообще, похуй ее, блядь, это вообще кто? Что ты мне писал еще матом? Я уже вернулась, что я сказала всем, спасибо, прощайте. Да, я считаю, прощение это обязательно, если вы на кого-то злитесь, обижаетесь, это вас делает только нехорошим человеком. Нельзя злиться, нельзя обижаться, я же говорю, мне иногда кажется, что я ненавижу свою доброту, потому что, сука, надо иногда злиться, злиться, я даже гадости не умею говорить, мне так хочется, вот со мной ругаются, мне говорят, ты тварь, ты такая, а я стою, а я не могу такое сказать, какой кошмар, я не знаю, мне так обидно, я думаю, за что ты меня обзываешь, я вот такой человек. это не самое страшное, что здесь, да я согласна. Господи, ребята, почему не сидишь, я уже объясняла, если вы можете психику портить своему ребенку, и вы о нем не думаете, матери, которые прибегают, или так поступает мой бывший супруг, это люди, которые думают о себе, понимаете, о себе, как это я ее не увижу, как это, блять, а то, что ваш ребенок будет забиться в углу, и будет слышать то, что вы там плачете, а этот человек, который мне угрожал, все слышали записи, будет орать, ты проститутка, тварь, конченная мрасть, я ебало разобью, или пойдет меня, побьет, ну, как бы, наверное, ребенок в этот момент не будет, да, забившись в углу, пускай лучше спокойно там живет, пускай будет больно плохо, она будет, потому что я такая сякая, но она не будет чувствовать то, что многие в детстве слышали, как родители ругаются, я думаю, многие понимают, о чем я сейчас говорю, когда ребенок будет себя изнутри просто терзать, вот, всегда надо думать, в первую очередь, о своем ребенке, поэтому я всегда говорю так, если, например, мой бывший супруг переехал в Петербург, и пропал на полгода, и не видел дочь, я звонила сама, ему говорила, поговори с доченькой, она скучает, и говорила, папа занят и работает, потому что я люблю свою дочь, а если он настолько озлобленный, и не любит, он не любит нашу дочь, я, это мое, это мое не то, что мнение, я и по психологии могу сказать, этот человек любит только себя, если бы была алкашка, проститутка, наркоманка, реально, он должен был говорить, твоя мама заболела, твоя мама уехала, твоя мама, твоя мама любит тебя, чтобы ребенок знал, что его два родителя любят, но если человек так делает, с нормальной матерью, то это говорит о том, как он любит себя, кому подосрать хочется мне, он не любит своего ребенка, все, он ее любит, конечно, так, то, что он там с ней общается, и так далее, он думает, что он для нее делает хорошее, но это не так, это люди-эгоисты, которые живут только для себя, сука, и думают только о себе, вот и все, я слишком сука разумная, и могу сказать точно, что нужно думать, не только, я вообще нужно, я бы хотела жить так, как некоторые, и думать только о себе, но я и в отношениях начинаю думать, не о себе, потому что любовь, это когда ты думаешь о человеке, с которым ты живешь, о своем ребенке, о своем мужчине, только, сука, никому это нахер не надо, вот это я точно поняла, можно сказать, зачем мужчины, я была когда в опеке, первый раз, когда меня воровали, маленькой, мне сказали смешно, все мужики так поступают, все, это вообще, слушайте, сколько таких историй, вы же знаете это все, это для мужчин, это вообще насрать, они это делают, всегда назвала женщина, всегда, нет, ну ладно-ка, там правда наркоманка там собрать, но я не знаю, да, нет, вот мирно не решить, это понятно, что ему сделала я, а я нашла другого, он мне просто тыкал все время, как бы я не права, было, правда, 20 лет, что он был тираном, и так далее, надо было просто уйти, я ему говорила, что я с ним разведусь, что я его не люблю, не хочу с ним жить, он мне обещал, потому что у них семья, нас разводили и судья, и его родители, друзья, ты же знаешь, кто я и кто ты, я тебя без ребенка оставлю, я жила с ним, я ему говорю, я тебя не люблю, я прям плакала, мне даже родители говорили, разведись с ней, ты ее мучаешь, я плакала, я сказала, я тебя не люблю, он мне говорил, что я стала не та, что у меня сиськи не тем, пока повисли, ты кому нахуй нужна будешь после рождения ребенка, ты уже не такая красотка, как раньше, но как бы я показала ему, что нужна, Чувак еще год потом плакал и убивался по мне, и бегал даже после этого, хотя я уже жила с другим парнем. Типа понял все, как меня обижал. Ну, да, обижался. Знаете, мужики думают, что они обижают, обижают, что ты им говоришь, плачешь, ходишь. Пожалуйста, не надо так делать, я уйду от тебя. Пожалуйста, не надо так делать, я уйду от тебя. Мужики, ваша ошибка, что вы нихуя не слышите нас, баб. И в итоге мы потом просто уходим раз и навсегда. Вот так вот. Захочет. Нельзя хотеть с ним жить, поверьте, я с ним жила. Сердце болит. Как легко рассуждать ребенка лежа в тар... Да где бы я ни лежала, это нелегко. Ты вообще вечно там пишешь всякую хрень. Я тебя просто заблокирую, поэтому лучше заткни свой рот, как бы, и сиди на моей страничке. И иногда подкрякивай. Нары Баттл, да. Я не знаю даже, как человек, который я называю мамой, и... Так, тоже у меня опять болит сердце. Вот видите, оно начинает просто сжечь, сука. Вот здесь, здесь, и вот здесь прям просто сжечь. Нет, у таких людей нет больных мест. У него Гитлера напоминают. А ты вообще любила своего первого, у кого супруга? Да. Любила. Думала. Иногда, что умру без него. Значит, даже они... Может, какая-то модель у меня здесь, не знаю, тирания, тираны меня привлекают, наверное. Вот сейчас просто сопоставляю. Ладно, не хочу даже крыть. Нет, у нас в Москву хочешь жить, папа, там дети есть. Спасибо. Заткни свой рот, тебе говорят, обычно. Слушай, ты вообще потеряйся по-братски, никтошка. Только помогут садежь, папа. У меня нет валерьянки, здесь я с ним просила таблетки. Я с вами начала эмоционально разговаривать, у меня пиздец, заболело сердце. Если я прибуду, я еще одна, если я до шести утра... Вы не поверите, если у меня была такая молодость, что я реально думала, что я умру. Просто я помню в детстве, как у моей бабушки, как у нее был инфаркт, и это просто пиздец. И я очень боюсь этого теперь. Иди отдыхай, нефиг здесь сидеть. Я не хочу спать. Вот думаете, здесь нормальные врачи? Дети не нужны, блядь. А в восемь лет мне что, не было ребенок? У меня вот бесит, когда пишут тупые курицы, которые ни хрена не знают. Но все-таки надо провериться за месяц. До этого вообще не говорите. Нет, ну, чуть-чуть есть, бывает. Лучше я умру с вами, чем одна. Я не переживу. Это может быть. Вы слушаете, мне уже написано, не скачало про это претер-квартное. Я с внести встала и говорю, мне уже сказали, что у меня все. Я проверяла на сердце перед отъездом. У меня шикарно, всегда все было сердцем. Я просто думаю, что так началось, потому что я не ела. Я начала курить. Это же может все повлиять. Потому что я не курящий человек, прикиньте. Я перестала кушать. И только курила. Это могло бы влиять на мое сердце. Как мне дочка со мной уходит. Ребята, для этого есть время. Погулять со мной неделю захочет. Она три дня со мной погуляла. Уже Леша звонила и говорила, я хочу жить с вами. Три дня. Три дня по два часа. Это же понятно. Что я делаю? Почему ты одна? Курица ты. Спасибо. А как я... Блин, что мне принимать? Я в Таиланде. Думаете, здесь что-то есть? Если вы не боитесь, значит, у меня жизнь просто чуть-чуть меня. Зачем, чтобы себе работать? Зачем вы работаете? Ну, так же это была моя работа? Блин, у меня вообще, может быть, теперь жала кшевутка, да? Вот у меня не бухгалтер. Про магаз. Магаз, подождите. Не работает то, что я не работаю. У меня вчера не умела левая рука, да? Я себе сказала, у меня не умеет левая рука, пипец. А то пиздец, пусть, если болит сердце сжить. Подожди, я не могу прочитать, рука или правая. А то вам пиздец, пусть, если болит сердце сжить. У меня вчера, да, не умела рука. И я сказала, что у меня не умеет рука, мне плохо. Я вообще боюсь его этого. Пускай пишет, гадость, сейчас мне что-то не до них. Даже не это. Мне сказали, что алкоголь, наоборот, отпускает нервы. Меня подкололи, да? Потому что говорят, что нельзя курить на головный желудок. Я еще покуривать начала. Уже не покуривать. На очки здесь такие дорогие сигареты. 600 рублей стоит пачка. 600 или 700. Уже разорилась. Наркоту не употребляла? Нет. Руки не употребляют. Так меня фугает. Я с техандрозом? Да, у меня есть с техандрозом. Может, у меня вообще болит от техандроза? Нет? Все маленького веса пишет. Девчонки, ну вы сейчас мне, блядь, сахарный диабет еще приписали. Я уже боюсь. Хандроз. Ой, вы что, не пугайте меня. Шампанское, хорошая музыка, все мысли на меня. Да. А еще бы вы написали еще что-то сюда. Было вообще бы замечательно. Да, папироса 600, знаешь, сколько уж денег потратил. Знаешь, сколько денег денег потратила уже неплохо. Я уже с копилки все беру. Понимаете, я откладывала на квартиру. А в итоге у меня уже нет половины денег. Шмоток накупилась. Сейчас таблетки у меня есть. Знаете, что, спазмолгон, он снимается? Как вы думаете, спас? Мне уже писали, что мне положили вы на карту. Нет, я не поеду в этот торговый центр. Костюм стоит 12 тысяч рублей. Потом съездите, купите себе сами. Мы туда поехали, потому что был дождь. И надо было поехать. Сейчас 3 часа ночи, а я с вами сижу. Видите, какая хорошая. У меня нет ничего, что мне плохо сейчас. Меня, правда, окружают хорошие люди. Мне очень приятно общаться. Мне нравится, что меня окружают достойные люди вокруг. Я не знаю, как вам сказать. Приятное окружение все. Люди. Короче, не тупой народ меня окружает. Знаете, далеко не дом 2. И все, как было, как раньше. Но мое сердце настолько, мне кажется, изранено, как я написала в стихотворении своем, что, к сожалению, еще телефон разбил. Он тебя все равно ничего не радует. Как я и писала, мне не будет радовать ни Таиланд, ни Тимон. Я кушала только что, причем не очень особо. Ты без любви страдаешь? Нет. Я не без любви страдаю, милая моя. Я страдаю. Я вообще не страдаю. Я не страдаю. Не хочу ехать в Москву. Или хочу. Я с вами разговаривать начинаю, я не понимаю. Хочу, не хочу. Я не страдаю ни с любви. У меня нет больше любви. Я ее похоронила где-то. У меня есть только одна любовь к нему, любого. Как бы и была, и всегда будет. И я говорю, что есть вещи, которые я иногда вам рассказываю, есть вещи, которые я не хочу говорить. Вот. Да, я постоянно живу в стрессе. Это нормально сейчас. Я еще нормально живу. Первое время я даже бывала по два дня с кровати, не вставала и ничего не ела. Вообще было ужасно. Но это было состояние прям очень ужасное. Прям состояние умирающего человека, наверное. Историс какая, я не знаю. Спасибо. Соберись. Соберусь. И есть любовь, она в тебе. Правда, вы думаете? Мне кажется, что ни хрена вам не есть. Не знаешь, как будто меня просто высосали все полностью, и я не могу никому ничего дать, наполнить, что мне совсем плохо уже. Читаю, что вы пишете. Ты мне же делать? Говорю, да. А мне как будто какая-то коза сглазила меня, и не хочет, чтобы я ее делала. Здравствуйте. Да. Открой свое аудио где-нибудь. Да нет, у меня грустные песни. Вы будете слушать то, что слушаю я? Я слушаю сопли, слюни. Смена прически имиджа. Нет, мне нравится моя прическа имидж. Хотя мама говорит, что блондинки, они смотрят как на более легкодоступный вариант. Да никого я ничего не должна, я должна себе. Давно видела, не хочу говорить об этом. Ох...